Музыка Ну вот, к концу лета, начало осени, мой дом совершенно скрылся под виноградом. Сейчас уже меньше солнца, и я буду обрезать свой виноград, чтобы, ну, было, во-первых, больше солнца, а во-вторых, он, как и всякий настоящий виноград, он, это амурский виноград, нуждается в сильной обрезке. Итак, я приступаю к обрезке винограды. Плите сняла достаточно много, но надо еще больше. И вот, видите, здесь даже с ягодами. Но ягоды очень мелкие, кислые, поэтому мы их использовать не будем. А вот эти большие плети, мы будем использовать их, мы будем их использовать и готовиться уже к праздникам, и в том числе к зимним праздникам, мы будем плести венок. Мы оборвем все листья и будем плести венок, потому что, как говорится, готовься они летом. Вот я уже начала плести венок круглый, но это только начало. Дальше я буду наматывать все больше и больше и больше, и у нас получится большой красивый венок, который можно потом украсить и ветками елки, и какими-то игрушками. Он будет большой, а потом его можно и в Пасху использовать. Ну вот венок у нас стал уже побольше, и мы его сейчас будем декорировать. Ну вот я украсила наш венок, который мы сплели. Это у нас осенний вариант. Вот еще один вариант осеннего венка. Кленовые листья я их нашла во дворе. Единственное, что я их прогладила. Фонарики вот привезла. Осенние сережки, вот кое-какая трава. Ну, в общем, это то, что я нашла. И бант, который я купила, вот которым я украсила. Тыквочку такую приобрела в Экспрессе. Та-динственное, что я их прогладила в Экспрессе. Та-динственное, что я их прогладила. Этим венком мы украсили нашу лампу. Видите, что я уже сделала венок. Но вместо цветка, какой я предполагала здесь сделать, вот, я решила, что это очень официально. И он не очень идет к нашим лекомыслным саночкам, горошек и грибочкам. Поэтому я заменила его на бантики такие вот. И, значит, вот здесь грибочек и тоже бубенчик. Такой же, как и здесь. Такой вот веночек. Здесь специальная елка привозная канадская, которая долго будет в хорошем состоянии. Поэтому искусственный вот все-таки мне не очень нравится. Искусственный отказывался от искусственного. Это еще один вариант венка. Венок делала я его к Пасхе. И обратите внимание, что и сам венок сделан в форме яйца. И посередине там зайчик пасхальный сидит в яичке желтом. И если приглядеться, то можно увидеть еще яйцо. Такое большое яйцо, которое сделано вот на самом венке. Добавляйте. 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 Добавляйте.